Наконец-то появилась технология нейрошлема, и первая игра на него Игромир и Комикон 2015. Я смогу ощутить себя на величайшей юбилейной выставке. Так, подключаемся, сейчас опробуем. Круто, тут все как по-настоящему, какая крутая графика и сколько игроков. В локации Игромира было много крутых стендов с играми, Wargaming занимал большую часть выставки, в них все как всегда было с размахом. Я побывал даже на специальной пресс-конференции от них, нам показали обновление танков и новую игру World of Ships. Там про корабли, хотя я не играю ни в одно, ни в другое, но было круто, а еще там нам давали немало лута. Также лично мне очень понравилась игра Warhammer Total War, это настоящий эпик. Ведь много лет назад, когда только вышел первый рим Total War, я все думал, почему они не выпустят игру совместно с Warhammer, и это случилось. Признаюсь, я был очень удивлен. А так, поскольку я все же больше по гиг тематике, а не по играм, то я проводил большую часть времени в локациях именно Комик-кона. Комик-кона На стенде из Звездных Войн я практически почувствовал силу. Потом я даже хотел собрать свой звездолет. Но у меня получилось что-то не совсем то, и я бросил эту затею. В этой игре я даже попробовал своровать немного лута, но как оказалось, делать этого не стоило. За любое воровство в игре следует арест, пока не выйдет время наказания. И пока я жду, когда же оно истечет, я покажу вам, с кем я смог поговорить на этом мероприятии. Здравствуйте, меня зовут Александр Холопов, я автор комикса «Второй». А про что ваш комикс вообще, и что он представляет из себя? Наш комикс — это интрига. В начале первого выпуска совершенно невыдающийся человек, ну вот посмотрите, обычный клерк, немножко лысый, немножко старый, немножко унылый, он начинает творить что-то непонятное. И с каждым номером масштаб происходящего нарастает. На Москву падает самолет, за ним охотятся ФСБшники, много смертей, экшена, и все это время непонятно, что происходит. И развязка будет только в конце пятого выпуска, и мы надеемся, что история удержит внимание читателей, и будет интересно читать и ждать развязки. А будет всего пять выпусков, да? Будет всего пять выпусков, это законченная история, никаких продолжений, мы надеемся. Только если когда-нибудь в старости мы сойдем с ума, тогда мы напишем второго-два, или там приквел-полторашка, посмотрим. Здравствуйте, представьтесь нам, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Столик Стригл, я автор сценария комикса и немножко рока. А что вы можете рассказать нам о вашем комиксе? Это комик с Андреей Супергеройки о молодых парнях. Его еще называют супергеройским ситкомом, поскольку главным там является, несмотря на то, что это супергеройка, различный юмор, отсылки, отношения ребят и их проблемы, которые они получают вместе с суперсилами. Но, так как это супергеройка, у них есть и различные суперпроблемы, помимо проблем их в их обычной жизни. Это у нас вышло сейчас пять выпусков комикса. Это начало истории, которое, как я надеюсь, станет большой и интересной, и послужит началом для развития некой маленькой вселенной от издательства 42. А чем он особенно может быть интересен для наших читателей? О, так как он называется и немножко рока, в нем есть множество отсылок к реально существующим рок-группам. К примеру, наши обложки являются аммажами на различные узнаваемые обложки рок-альбомов. Там есть Нирвана у нас в пятом выпуске. Когда же я осознал свою вину, я решил, что нужно выполнить квест игры. Я взял его у НПС, великого мудреца земель Комиккона. Свиток мудреца гласил, что я должен поймать себе покемона Пикачу, и я напал на его след. Вначале мне попался фальшивый Пикачу, но я не унывал. Я даже искал его в землях злых птичек, но там его никто не видел. Здравствуйте, кто вы у нас сегодня? Зеро. Джек, красавчик. Юфидес. А это все по одной вселенной или нет? Что это? По одной вселенной или нет? Ну вот мы втроем, да. А она из Final Fantasy. Что вы сегодня вообще делаете здесь на Игромедре и Комикконе? Ходим, бродим, смотрим, фоткаемся. Как всегда. То есть все по стандарту, да, у тебя? Ну, у меня-то да. Только сегодня упарываться не могу, или плохо видно. Вот как надо с ним бороться, ребята. Вы как вообще с ним обычно много боитесь? Да нет, он бегает по кругу, по кругу вокруг тебя, и нормально. Пока силы не закончатся, да? Ну да, вот так мы его до вечера изводим. А что вы вообще ожидаете больше всего от Комиккона и Игромира? Фоток. Много крутых фоток. Да, видите, фоток, блять, больше нам ничего тут не надо. Да. Веселье и куча новых впечатлений. Впечатлений. Игры. Подарки. Подарки нам давайте. А что бы вы вообще хотели от Игромира получить в этом году еще, прям увидеть что-нибудь такое необычное? Я ничего не вижу. А мы пропустили вопрос. Да. Просто скажите, да. Да. Где расписаться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Я искал Пикачу даже в самых неожиданных местах Но, как оказалось, за это тоже следует наказание И так просто я уже не отделался Я ходил по всем локациям в поисках этого желтого негодника И тут я что-то заметил Так вот ты где, Пикачу Я поймаю тебя Я уже было поймал его Но нет, он оказался намного хитрее и проворнее, чем я мог представить Тогда я решил поговорить с известными героями Здравствуйте, супергерои Вы можете нам представиться? Я Flash Супергел А что вы делаете на данном фестивале? Я бегаю туда-сюда Просто бегаешь? Да, еще юбки поднимаю всякие А вы? Я отдыхаю, чтобы не спасать мир Сегодня у меня выходной, я пришла на Игромир Вот Здесь много супергероев, верно? Много, целая команда Justice League А злодеи уже были? Злодеи все пойманы Если появятся, мы их опять поймаем Обязательно Скажите, а что вы вообще ждете от Игромир и Комик-Кона в этом году? Я жду много подарков, много обнимашек и бесплатной еды Бесплатная еда, да, было бы здорово Но это развлечение прежде всего И хорошо провести время А Супермен здесь есть? Супермена не видела Видимо, тоже отдыхает Но не здесь Все в отпуске, да? Он летел с Чудо-женщиной на Канары делать чудо-дела А вы можете убежать быстро из кадра? Да, конечно Да, наш Flash убежал Я не видела, да, как он убежал Ну, а вы тогда улетите Улетаем А потом и со злодеями Здравствуй, я так понимаю, ты Локи? Да, Локи Из вселенной Марвел А ты хочешь захватить Игромир, я так понимаю, да? Да в легкую Я любой мир могу захватить То есть у тебя даже в кубке, да? Конечно, Тессеракт Пару движений, мановений И вся площадь моя А ты не боишься, что Тор сейчас прилетит? Нет Он когда-нибудь раз и побеждал Скажи, а что тебе нравится на Игромире? На Игромире? Ну, талантливые ребята, косплееры В принципе, куча уже новых знакомых, хороших В принципе, стенды некоторые интересные По играм Ну, вообще, классная атмосфера А есть то, что чего не хватает? Вот именно тебе, божеству такому? Мне кажется, здесь слишком много людей Возможно, если в субботу будет такой же трэш, как в прошлом году Я половину уничтожу Крики Миша! Ну да, слава богу, звезд вроде в этом году так и не предвидится, больших Поэтому То есть ты сразу уничтожишь Но в случае чего, да, я почищу После расспросов я понял, что я должен обучиться на великого мастера покемонов И только тогда я смогу поймать Пикачу Я отправился на поиски великих мастеров Иногда в моих приключениях играла гала И я застревал в текстурах И это не очень приятно Меня тренировал сам доктор И наставляли на истинный путь великие войны Я изучал магические заклинания И даже учился фотографии, чтобы быть быстрым, как сама молния Великие знатоки приключений учили меня многим аспектам ловли покемонов Даже Супер Марио мне помогал в моем нелегком пути Но в конце моего обучения я нашел истинного мастера Он много тренировал меня Это были тяжелые испытания Но в один день он признал меня своим учеником И вручил артефакт, который позволил бы поймать Пикачу Это был покебол, который позволяет ловить покемонов И тогда я отправился на повторный бой Конечно же я нашел Пикачу там, где он и был в прошлый раз Его глаза горели яростью И тут наши взгляды пересеклись Я почувствовал настоящий страх и ужас Но я не отступил Теперь мы с Пикачу лучшие друзья Здравствуйте! Вы не могли бы представиться и назвать своих персонажей? Привет! Мы экстремальные охотники за привидениями Я Кайлю Гриффин И Эдуарда Ривера А это из мультфильма, я так понимаю? Да, это старый детский мультик Я смотрел его в детстве Да, вот мы тоже его смотрели в детстве Первый раз на самом деле вижу косплей на этих персонажей из этого мультфильма В России точно первый Круто на самом деле Вам лайк, поставьте лайк Сразу посмотрите в камеру, пожалуйста А почему вы вот так вот решили именно этот косплей делать? А мы познакомились год назад Начали встречаться И решили сделать такое Потому что мы очень похожи по росту Главным образом По росту отличная Идеально Я согласился, потому что оба любили этот мультик Как вы вообще на Игромире? Ну, первый раз мы из Питера приехали Ну, говорят, что здесь очень много народу будет Пока вроде оптимально Сегодня бизнес-день, а вот суббота это будет нечто Если бизнес-день, то... Не знаю, что будет в субботу Это будет нечто Вам придется использовать свои пушки Не, что так надо будет Вы просто используете плазменные пушки Если бы не работали Ну, только вот так В глаза Так оно же работает Скажите, а что вы вообще больше всего ждете от Игромира? Прямо вообще такого Ищете здесь? Ну, это дальняя мечта была просто Съездить именно на Игромир Крутую выставку Мы много на фестивале косплей ходили А тут именно выставка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще много мы путешествовали по выставке Много лута насобирали вместе И сколько же магазинов мы посетили Им конца не было видно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в один момент я даже почувствовал перегруз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказалось, что количество лута в этой игре ограничено И пришлось выкинуть лишнее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же это было тяжело сделать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом мы еще долго праздновали С безумными людьми И народом канала Дважды Два ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я даже стал великим мастером покемонов Теперь у меня есть власть Ха-ха-ха-ха-ха-ха ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне очень понравилось на Игромире и Камиконе 2015 Но у каждой игры есть свой конец И как это не печально, он наступил И пора отключаться И вот я снял нейрошлем Но не стоит отчаиваться В следующем году будет новая часть И я обязательно ее испытаю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА